Тема сегодняшней лекции Технологии каркасно-панельного деревянного домостроения При строительстве жилья с давних времен Дерево используется в качестве основного строительного материала И конечно же мы знаем, что дерево обладает неоспоримыми достоинствами Дерево легко подается обработке Обладает высокими звукоизоляционными свойствами Дерево имеет низкую теплопроводность и высокую морозостойкость Ну и что немаловажно, обладает способностью абсорбировать запахи Кроме того, древесина поддерживает постоянную влажность Благодаря которой воздух в доме, насыщенный эфирными маслами и смолами Приобретает уникальные антисептические свойства Вот все вышесказанное позволяет сделать вывод, что деревянный дом Благотворно влияет на наше самочувствие и здоровье Ну и как наверняка вы уже знаете В настоящее время деревянное домостроение имеет место быть и в нашей стране И на отечественном рынке оборудование для деревянного домостроения Появляется все большее число предложений для комплектного производства каркасно-панельных домов Наиболее известны такие фирмы, как немецкие Балтекс, Вайман, Лисмак Чешская Миттек, английская СМИП и ряд других, имеющие представительство в нашей стране Предполагаемое оборудование в принципе различается прежде всего по производительности То есть на этом оборудовании можно от 100 до 10 тысяч домов в год выпускать Кроме того, степень автоматизации Оборудование может быть механизированным, может быть полуавтоматизированным и автоматизированным Степень готовности элементов к монтажу дома Занимаемым производственным площадям и соответственно цене Строительство каркасно-панельного деревянного дома Это индустриальный метод строительства Фактически все детали для строительства дома Изготавливаются на заводе и в готовом виде поставляются на строительную площадку Где практически происходит только сборка И причем сборка дома происходит в кратчайшие сроки Мы с вами потом посмотрим видеофильм, на котором как раз показывают окончательную сборку дома Которая происходит всего за 12 часов Каркас панели для каркасно-панельного деревянного дома Собирают из брусьев, сырьем для которых является пиломатериал хвойных пород Ну и дальше этот каркас необходимо обшить Его обшивают различными листовыми материалами Такими как плиты ОСБ, фанера, арболит, ЦСП, гипрокартон и так далее Причем с соответствующей толщиной, конечно В качестве утеплителя используют минеральную вату Но на заводе до полной готовности можно довести любое изделие То есть не только изготовить такую панель Но и сделать наружную отделку Ну, например, штукатурку Сегодня мы рассмотрим конвейерную технологию изготовления стеновых панелей На заводе, в котором установлено автоматизированное оборудование Фирмы Вайман, группа Кома При конвейерном способе производства Весь технологический процесс по изготовлению изделия В данном случае стеновых панелей Мы будем рассматривать на примере стеновых панелей Разбит на отдельные операции Каждая из которых выполняется на определенных рабочих постах А перемещение от поста к посту Осуществляется в строгой последовательности С определенной заданной скоростью передвижения Можно использовать монтажные столы А можно использовать не только монтажные столы Но и монтажные столы, которые оборудуются специальными передвижными порталами Так вот, что собой представляет монтажный стол На котором можно изготавливать изделия Это две параллельные продольные рамы С рульгангами и базирующими упорами Которые могут развегаться на ширину равную высоте собираемой панели Для обшивки каркаса панели Крупноформатовыми древесными листами Конвейер оборудован обшивочным мостом партнального типа Перемещающимся по направляющим Расположенным вдоль вот этого монтажного стола На портале установлены два независимых суппорта Автоматических скобозабривных суппорта На базе пневмопистолетов Эти суппорты перемещаются автоматическим Естественно, это позволяет повысить производительность Обшивки стеновой панели А подъем, опускание пневмопистолетов При настройке на толщину панели На каждом суппорте обеспечивается пневматикой Поперечное перемещение подвижных воздезабивных суппортов И продольное движение портала по зубчатым рейкам стальных направляющих Осуществляется при помощи электродвигателей с редукторами На каждом суппорте снизу закреплены специальные ролики Перемещающиеся по панели И прижимающие плиты обшивки к каркасу В зоне забивания скобы И вот когда мы в дальнейшем будем смотреть видеофильм Это все можно будет как раз проследить Кроме того, на каждом суппорте установлен лазерный целеуказатель Фиксирующий на поверхности плиты Точку крепления скобой или гвоздем Система управления мостом Позволяет обеспечить вывод на экран монитора И положение моста И подвижного суппорта А также выбор шага забивания скобы Ну а сейчас мы с вами представим Вот изготовление стеновой панели Для каркасно-панельного дома В виде схемы Или разобьем весь этот технологический процесс На отдельные этапы Первый этап Это сборка каркаса панели Второй этап Установка внутренних компонентов Третий этап Обшивка панели С одной стороны листовыми материалами Затем разворот панели Четвертый этап Разворот панели на 180 градусов Пятый этап Разводка электропроводки И закладка утеплителя Шестой этап Обшивка панели Листовыми материалами Со второй стороны И седьмой этап Который Я просто сейчас называю Наружная отделка стеновой панели Но наружная отделка может быть А может и не быть Кроме того Панель можно сразу После уже обшивки Со второй стороны Можно сразу отправлять На участок отгрузки Ну и теперь мы с вами Рассмотрим каждый этот этап Более подробно Итак, как я вам уже говорила Первый этап Это сборка каркаса панели В дальнейшем Когда мы будем смотреть Видеофильм Вы там увидите Два варианта И ручную работу И при автоматизированном Оборудовании Итак, сборку Каркаса панели Производят на монтажной Столе Как я уже сказала Он состоит из двух Продольных рам С рульгангами По обеим сторонам стола На заданном расстоянии Установлены упоры Зажимы Для базирования Поперечных баллов Каркаса панели Ну и конечно же Эти упоры Могут раздвигаться На ширину Которая в данном случае Нам необходима То есть равную Высоте собираемой панели Затем на продольной Раме стола По его Торцевым Подвижным упором Укладывают Горизонтальные Продольные Балки Каркаса А затем Поперечные балки Которые Фиксируют Гвоздями В автоматическом В автоматическом Режиме С помощью Гвоздезабивных Головок Тем не менее У нас оборудование Это автоматизированное То вот эти Гвоздезабивные Головки Тоже В автоматическом Режиме Перемещаются Вдоль стола Вот на этом У нас Закончен Первый этап И Каркас У нас Может Переместиться На следующий Пост Второй этап Это Установка Внутренних Компонентов Что же Это за Внутренние Компоненты Вот Внутрь Этого Каркаса Который У нас С вами Уже Сделан Из Продольных И поперечных Валок Закладывают Для усиления Конструкции Стеновой Панели Компоненты Кроме Того Обеспечивают Штыковку Панелей По углам А так же Для Последующего Монтажа В панель Окон И дверей То есть Те части Панели Где Будут Установлены Окна И двери Конечно же Мы усиливаем Дополнительными Балками И на этом Этот второй этап Закончен Третий этап Это Обшивка Панели С одной стороны Листовыми Материалами То есть Вот уже У нас Панель Перемещается По рульгангу На следующий Пост Что мы увидим С вами На Видеофильме И Поступает На пост Где Листовые Материалы Которые у нас Рядом Сложены С этим постом Штабель Они уже Раскроены На кратные Заготовки По формату Берут Из штабеля Причем Берут их Не просто так А специальное Подъемное Устройство Или можно сказать Вакуумное Траверс Ее берут Как присоска Она действует И устанавливают Укладывают И базируют На Каркасе Далее Далее Скрепляют С каркасом Воздями Скобами Или болтами Это в зависимости Уже от принятой Технологии Затем Вручную Раскатывают Укладывают Пленочные Материалы Которые Служат Ветро И пароизоляцией Затем Листы Плитных Материалов Но Листы Плитных Материалов Здесь Уже Наживляют Вручную С помощью Опять же Скобозабедных Пневмопистолетов И Далее На этом же Посту С помощью Универсальных Головок Пилением Или Фрезерованием Формируют Дверные Леопонные Проемы Отверстия Под электрические Розетки И Под различные Воды в стенах И опять же На видеофильме Мы все это С вами Увидим Как это работает И Панель По рульгангу Поступают На следующий Пост Мы Назвали с вами Этот этап Четвертый этап Переворот Панели На 180 градусов То есть Вот у нас Стеновая панель Обшитая С одной стороны Поступает На Специализированный Поворотный Стол Так называемый Стол Бабочка Почему его Называют Бабочка Потому что Действительно Стол состоит Из двух частей Вот как два крыла У бабочки И панель Наша Поступает На одно Из крыльев То есть На одну часть Этого стола Затем Вторая часть Стола Второе крыло Уже Поднимается На 88 Градусов А Та часть То крыло На котором На которое Поступила Панель Поднимается На 92 Градуса И затем Первым Опускается Та часть На которой Не было Панели И таким образом Передается Панель На второе Крыло Вот Стол Бабочка Очень Удобный Очень технологичное Оборудование Но Имеет Недостаток Для того Чтобы Пользоваться Этим Столом Это Конечно Нужны Большие Производственные Площади Но Опять же Я еще раз Повторяю Что мы С вами Рассмотрим Когда Видеофильм Вы увидите Что действительно Площади Большие И Достаточно Для того Чтобы Можно было Работать Удобным Поворотным Столом Ну И Дальше У нас Следующий Этап Это Разводка Электропроводки И закладка Утеплителя Так Вот Со Стола Бабочки Чаще Всего Передается Панель Уже На вторую Ветву Конвейерной Линии И Опять же По рульганку И поступает На пост Где Внутрь Панели Вручную Осуществляется Устанавливается Вся Электропроводка Закладывается Утеплитель Минеральная Вата И Фиксируется И дальше Панель поступает У нас На следующий Пост Также По рульганку А на следующем Посту Происходит Обшивка Стеновой Панели С другой Стороны Но мы не будем Повторять Весь процесс Как происходит Действительно Точно Так же С помощью Специальных Устройств В виде Присоски Листовые Материалы С помощью И И последнее Что можно Отметить Здесь Это То что Наша Наружная Панель Дальше Подвергается Может Подвергаться Отделке Прямо на Заводе Производителя Но При этом Начали Естественно Производят Контроль Маркировку Панели И Ее Поднимают И отправляют Поднимают С помощью Крамбалки И отправляют На наружную Отделку Например Штукатурку Или же Если Потребитель Не требует Отделки То Панель Поступает Вот Обшитая С двух сторон Поступает На Уже Участок Отброски Но На видеофильме Мы посмотрим С вами Сборку Дома Из Панели Которые Отделаны С наружной Стороны Полностью И Даже Установлены И окна И двери А Внутренняя Сторона Не зашита То есть Бывают И такие Варианты Но Вообще Для повышения Комплектации Заводской Готовности Предусмотрены На заводе Посты Установки И окна Дверей И Электрических Розетов Затем Вот эти Панели Стеновые Панели После Надвижащей Выдержки В цехе И Приемки Отделом Технического Контроля Стеновые Панели С помощью Тележечного Конвейера Поступают На вывозную Тележку И на Видеофильме Очень хорошо Это видно Где Их покрывают Защитными Пленочными Материалами И отправляют На строительную Площадку На строительной Площадке Осуществляется Сборка Дома Из готовых Конструкций В кратчайшие Сроки Вот тот Вариант Видеофильма Который Мы будем Рассматривать С вами Там Сборка Дома Осуществляется За 12 Часов Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok